Добрый день, это действительно программа «Особое мнение» у микрофона Владимир Сметанин и я приветствую гостя сидящего напротив меня это Валерий Турула давайте сначала поздороваемся, Валерий Николаевич Добрый день руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса президент некоммерческого партнерства биотехнологический кластер нашего региона руководитель регионального отделения Родфронт депутат прошлых созывов и городской думы и ОЗС и так далее, и так далее Вы знаете, Валерий Николаевич, сегодня оказывается во всем мире отмечается день числа Пи такая интересная дата я не могу не воспользоваться этим случаем и немножко не похулиганить я немножко люблю это делать как Вы думаете, в нашей стране, в нашей области в настоящее время полное употребляю средний род, применительно к числу хотя подразумеваю род другой полное Пи или еще ничего, пожалеете 3,14 3,14 Пи есть я жду, что Вы ответите, ну Володь, смотря в какой сфере 3,14 Пи поэтому, да, как было ну там, понимаешь, там бесконечная рядка идет да, бесконечность поэтому в данном отношении ну что скажу если серьезно, то где самый большой правон, можно сказать настораживает послание президента которое произвучало оно очень такое оптимистичное такое благозвучное удовлетворяющее потребности всех но что именно беспокоит? нет, и даже не то, что там мы показали свою дубинку там вооружение и так далее и так далее, но это замечательно но при этом глава государства тоже заметил что мы никому зла не желаем ну нет вопросов постигать не будем нет вопросов, да, но при этом сказал, что то оружие, которым я воевал в свое время оно уже поставлено на вооружение и может достичь несколько раз обернув землю и преодолеть любую систему противоракетной обороны поэтому нет, определенная угроза это правильно, что готовность воевать и побеждать, она остановит любого агрессора и заставит несколько раз подумать я думаю, вот знаменитые указы 2012 года мая мая, да, мая вот, я думал, что они будут проанализированы причем принципиально и люди бы поняли, где чего получилось где чего не получилось вскрывая причины и трансформируя дальше вот эти вот где причины ставя как задачи дальнейшего усовершенствования я бы воспринял это супер, ну ура и две руки поднял но, к сожалению, этого не было и вот это вот пи как раз и есть что но Путин же сказал, что да не реализованы все эти указы еще и надо продолжать работать но кое-что сделано молодцы не, так я же вам об этом и говорю а дальше закидоны делать я вспоминаю, как мы утверждали стратегию развития Кировской области в свое время и мы к сегодняшнему числу должны были с вами получать среднюю заработную плату около 90 тысяч рублей да, по нашей стратегии поэтому, дорогой мой Володя она разрабатывалась на рубеже, наверное 2008-2009 год поэтому нет, а их потом эту же стратегию несколько модернизировала Белых ее принимали при шоклеении потом ее модернизировал Белых и она у нас шла переходным моментом и поэтому здесь есть одно из последних заседаний когда я был председателем комитета в законодательном собрании как раз мы слушали Министерство экономического развития о ходе реализации стратегии вот там вот эти пии докладывали на 10% выполнения на 20% где вообще ноль стоит и так далее то есть я к чему веду речь что перспектива управления и развития государства она определяется наличием и некой стратегии с которой мы сравниваем уже реальные полученные результаты и работаем да конечно и работаем на соответствующими ошибками и мы их воспринимаем уже не как драму а как посыл к действию то есть если есть какая-то ошибка несовпадения значит мобилизуются ресурсы для того чтобы эти ошибки устранить вот это нормальная работа государства а декларации слушать это очень-очень неприятно ну рассчитано наверное ну я не знаю на кого на пи в общем годы идут исторический процесс продолжается а вот от пи никак избавиться не можем к сожалению интересное событие накануне произошло в нашем городе на фоне развернувшейся дискуссии между США и Россией США заявили о том что космические войска будут создавать Россия сказала они у нас есть уже есть да у нас открылся детский космический центр да в нашем городе приезжал Мединский ну как же без министра культуры Российской Федерации собственно с которым первоначально речь-то и велась о создании данного учреждения я участник этого процесса когда мы денежки пробивали и обосновывали надо ли или не надо и одним из оснований являлось что это надо то что основную львиную долю нам давал федеральный бюджет поэтому глупо было отказываться от той ситуации но все равно 80 миллионов мы тогда планировали своих денежек как думается Мединский накануне осматривая центр было что-то у него такое в голове вот эти какие перипетии судьбы договаривались с одним губернатором а тут уже другой губернатор я его меньше знаю с тем вроде такие товарищеские отношения были вы фантазер Володя фантазер? да, абсолютно у меня все сугубо прагматичны конечно, абсолютно поэтому здесь персоналия на мой взгляд не самая главная фигура я просто вспоминаю о том что это была фишка когда перед выборами на второй срок Никита Юрьевич он встречался в 2014 году да, он встречался с Владимиром Владимировичем и основой его доклада было фишкой что вот мы имеем возможность такой центр иметь это уникальная штука которой нигде нету и наверное еще долго не будет пожалуй даже во всем мире и тогда президент сказал а вы меня пригласите на открытие и Никита Юрьевич сказал конечно мы в сентябре откроем его прошло время соответствующие события но вот приехал Мединский я думаю что ожидая там а зачем он вообще-то нужен в это тяжелое время да и нужен ли я думаю что нужен это действительно абсолютно я в этом убежден как военный человек то есть летчики, космонавты, инженеры стране нужны сейчас абсолютно которые как выразился Мединский более того я недавно был в Донецкой Народной Республике и читал там лекцию для профессорско-преподавательского состава всей республики собирали для ведомств министерств республики и для директоров предприятий где мы как раз рассуждали о том что реальный сектор экономики это наука это перспектива и соединение как это ни парадоксально соединение вот этой науки не с собственниками бизнеса а с рабочим классом который должен эту науку винтиками там гаечками подкрепить и реализовать некий реальность реалия то есть с удовольствием слушали люди и они однозначно сделали вывод вы можете на сайт войти отчета национального технического университета там на сайте висит они сделали вывод что перспектива развития любого государства это наука соединенная с реальным сектором экономики все остальное это от лукавого поэтому вот то что вы говорите космос а там проверяются будущие технологии которые должны служить человечеству там нету войны в космосе нету войны в космосе есть единственное выживаем или не выживаем человек вот с этими технологиями а если там выживаем то эти технологии на земле тем более обеспечивают выживаемость вот похвастаю помните мы вам мед тогда дарили попробовать угощали мы сейчас дошли до того что с институтом медико-биологических проблем заключили соглашение это российская академия наук которая готовит рационы для космонавтов и вошли в программу Марс 500 то есть на 500 дней сегодня готовится рецептура питания космонавтов которые полетят на Марс в 25-м году 500 дней только в одну сторону в одну сторону я же тебе об этом и говорю следовательно вот мы сегодня с нашим медом вятским а это нужен центр вот этот космический или нет вот мы занимаемся этой штукой на сегодняшний день реалиями и сейчас готовим отправку продукции для проверки как она работает на длительном процессе невесомости работает она физиологически там и функционально для человека или нет поэтому моя точка зрения однозначна инженеры наука космос это абсолютно нужная вещь это задел на выживаемость руководителя будут меняться обживаемость нации как я в Донбассе выступал и говорил армию победить можно дорог победить нельзя а там они объявляют сейчас отечественную войну против украфашизма представляете народ поднимается и говорит давайте объявим войну не гражданскую а отечественную войну это совершенно другая вещь это совершенно другой взгляд да это совершенно другая и мифология вот этого военного конфликта она уже вырисовывается народ победить нельзя поэтому объект нужен про детский космический чтобы закончить эту тему перед перерывом коротко если бы еще какой-то детский центр строить на ваш взгляд в первую очередь какой еще ну в Кировской области в Кировской области в Кирове я был в Калининграде там построен кластер детский кластер причем оснащен новейшим оборудованием и так далее там до обеда скажем работают дети в этом кластере что конкретно делаете лаборатория лаборатория они ведут научно-исследовательскую работу да дети которым там 9, 10, 15 лет и они работают на уровне вот этой вот высокой науки и так далее и они делают такие вещи до которых сегодня не всегда наука и дотянет ведь проблема сегодняшней науки она заключается в том что она консервирует многие знания ну то есть это мое и оно там как это ларчик авторское право да а дети они раскрепещены они элементарно подсматривают любые новшества и так далее они начинают импровизировать неожиданно я в Калининграде был поражен я вот считаю что следующее если делать задачу вот такой вот центр должен быть кластер детский который кстати заявил и Путин вместе с Ковальчуком на базе научно-исследовательского центра имени Курчатова они пытаются в Москве создать такой центр ну пытаются а я бы сегодня уже как задачу вместе с Василием взялся бы решать эту задачу и на базе нашего опорного опорного с этим занимается у нас да ничего не занимается почему ну нету такого это отдельный проверок я лично виделся с этими ребятами с Униевой ну что они занимаются по отдельным направлениям да нет я говорю о центре я говорю о некой стратегии конечно где составляющим элементом является опорный вуз не на базе опорного вуза а составляющим элементом является опорный вуз Я готов предлагать, и в общем-то стратегически я это вижу, как необходимость, скажем, если наш биотехнологический кластер, он заключил сегодня соглашение с лицеем КЛЁН, да, Кировский лицей естественных наук, да, и детишки там исследования уже проводят, то, что у нас руки не доходят, а детишки так, в виде игры, они уже осуществляют некие вещи. Мы заключили соглашение и с некими средними техническими учебными заведениями, ну, не говоря уже о высших учебных заведениях и конструкторских бюро. Поэтому я думаю, что вот этот вот потенциал, он должен сегодня лечь не на зрелые мозги, которые закомплекционные, а на детские, я думаю, что зачина у нас есть. И тогда риск полной ЭПИ, он будет... Да, в шоколаде, мы будем в шоколаде, ЭПИ будет играть только свою существенную роль в математике. Большая пауза у нас сейчас будет, продолжим нашу беседу с Валерием Туровым. Ну, давайте из космоса на нашу грешную землю возвращаться. Да, напоминаю, что Валерию Николаевичу Турову вы можете нашим слушателям задать вопрос с помощью у нас специальной формы на нашем сайте, подчеркиваю, новом сайте, обновленном, нет, абсолютно новом, эхакиров.ру, заходите. Итак, буквально, насколько я понимаю, в эти дни покидает свой пост Светлана Геннадьевича Рушина, начальника управления Федеральной налоговой службы по ФСП области, и многие именно с ней связывают усиление налоговой нагрузки на бизнес и бегство бизнеса из региона. Ваша позиция к этому поможет? Ну, я скажу, Зудин когда был, этот уже процесс начался. Зудин, экс-глава. Зудин это, да, экс-глава, который ушел нам в Приволжский федеральный округ, и тогда уже началось. Следовательно, мы тогда сделали вывод, что создана некая система, которая будет усиливаться, и она действительно потом усилилась, когда Чарушина Светлана пришла. Кстати, я к ней с величайшим уважением отношусь, потому что она достаточно адекватный человек, с ней можно решать вопросы, обговаривать и так далее. Мы с ней ездили по всей области в свое время, это был когда предпринимательский десант. А, да. Да, да, она была у нас самая главная, мы очень много дискутировали и так далее. Поэтому с точки зрения человеческой такой, там все нормально. А вот то, что та система, которая была поставлена, я не знаю, помните вы или нет, по-моему, в 2010 году была создана специальная комиссия по наполняемости бюджета, чрезвычайная комиссия, куда вошли все силовики. Только Белых пришел, вот только-только. Белых, да, возглавил этот процесс, потом в 2012 году показательные порки начались, и вот здесь, конечно, Светлана Чарушина, она, в общем-то, проявила все по закону, но проявила достаточно активность, такую высокую, высочайшую активность, когда я вынужден был проводить специальное заседание, разбираться, а почему бизнес-то бежит. Если сначала крупную перерегистрацию проводил в других регионах, ну там вроде бы можно было понять, и я предупреждал тогда по Кирово-Чепецкому химкомбинату, что деньги уйдут у нас, мы потеряем треть бюджета наполняемости по показателям прибыли. Вот. Затем пошел средний бизнес, и началась обеспокоенность. Но когда пошел уже малый бизнес, мы начали анализировать, а в чем причина. И собрали всех силовиков, и очень активно анализировали и Чарушина, и ее команда, потому что они тоже были обеспокоены. Ведь для того, чтобы наполняемость бюджета обеспечить, должна быть налогооблагаемая база, ее надо найти. И вот этот вопрос выдвинулся вперед. Тогда мы уже говорили, и я предупреждал официально и на законодательном собрании, и в правительство писал записки о том, что инвестиционный климат, он определяется возможностью свободно работать и развиваться малым бизнесом. Должны благоприятные среды. Не имитация этой среды, а благоприятная среда. И если этого нету, то никакие инвестиции нас не спасут. Но, к сожалению, я оказался прав. Если вы помните, этой весной уже проводились чтения гайдаровские. Они, кстати, в упреждении были Давосскому совещанию, которое обычно после Давосского проводились гайдаровские экономические чтения. Так вот, гайдаровские чтения, они сделали очень серьезный вывод. Это либералы сделали. Они сказали, что инвестиционная политика, валовый внутренний продукт, он не характеризует уровень развития и повышения благосостояния страны. Следовательно, необходимо изменять показатели. И не инвестиции сегодня должны определять, нормальное идет развитие экономики лица, должны определять доход. То есть уровень жизни человека. Вот насколько он поднялся или не поднялся. Я абсолютно с ними согласен, несмотря на то, что они мои, скажем, идеологические противники, в том числе в сфере экономики. Но они правильно сделали вывод. И вот этот ориентир на инвестиционную политику, и сегодня, если вы посмотрите, это господство, это основным термином инвестиционная привлекательность и так далее, и тому подобное. Это становится камнем преткновения в прямом и переносном смысле этого слова. Неправильный курс взят. Неправильный. Отсюда все эти беды. Конечными показателями должны быть все же это открытие новых рабочих мест. Открытие новых рабочих мест. То есть работа реального сектора экономики. Это налогооблагаемая база по НДФЛ. И вторая – это налог с оборота. То есть надо менять. Что такое налог с оборота? Это приобретен доход кем-то уже. За это, пожалуйста, заплати. С дохода. С того, что заработал. Да, с того, что есть реально не фиктивное вот это дутое, спекулятивное, а реально дошедшее как благо до людей. Вот я думаю, что мы стоим на грани некого революционного преобразования налогового кодекса. Мы этого не минуем. И другого пути не будет. Поэтому мне очень жаль. Со Светланой Чарушиной мы договорились о том, что я лекцию буду читать. И мы договорились, что подключится вебинар. Всех налоговиков мы подключим, где мы просуждаем по этим вопросам. Мы готовили на 4-5 число круглый стол о том, как изменить. Да, апреля. С ней доготовили. Но я думаю, с Ольгой Ивановной мы тоже продолжим эту тему. Ольга Ивановна это. Это сейчас исполняет обязанности за нее. Мы продолжим этот разговор. Я думаю, круглый стол все же состоится о том, что если система экономических показателей будет меняться, то надо договариваться с бизнесом, чтобы он добровольно отдавал часть своего оборота. То есть нет у нас налога с оборота. А надо договариваться и вот за этим следить. Это не прямые поступления, потому что мы будем формировать технологические цепочки. А это принципы научно-исследовательского института, которые налогообложению не подлежат. А как Вы прокомментируете слова первого зампреда регионального правительства Александра Чурина, что региона нет и не может быть плана по увеличению числа малых предприятий? Есть задача создавать условия для развития бизнеса? Плана нет. Александр Анатольевич абсолютно, кстати, прав, что заставить... Я вот контактировал с Крымом и должен был 13-14 числа у них проводить консультационную работу по созданию кластеров. И почему я туда не поехал? Потому что в заключении переговорного процесса и приглашений произвучала такая фраза, или мне прокомментировали фразу министра экономического развития Республики Крым, которая сказала, мы будем назначать малый бизнес, который войдет в кластеры. Все, тупик. Это назначать бизнесу, где ему работать, где ему не работать, извините, но это глупость, неимоверная глупость. Поэтому Александр Анатольевич абсолютно прав. Если мы создадим благоприятные условия для развития бизнеса, он появится. Если под это мы подведем еще программу инновационного развития региона, территории, не региона, неправильно я сказал, территории, потому что это совершенно другое понятие, где человек находится, вот эту территорию вокруг него мы должны развивать. Потому что самый ценный это человек с теми ресурсами, которые объективно около него находятся. Они дешевые и доступные. Вот это вот задача номер один. Как создать это? Но это надо изменять систему финансовых потоков, которые на сегодняшний день сложились в стране, в том числе и в нашем регионе. То есть войти с инновационным продуктом и темой, наверное, достаточно тяжело. Мне легче на сегодняшний день с нашими инновационными продуктами входить в других регионах. В Коми, в Калининграде. Что вы и делаете. Что мы и делаем, да. А у себя, потому что здесь, ну извините, я прямым текстом скажу, достаточно ангажированное правительство и руководство, в том числе на муниципалитетном уровне находится, которые предопределены выполнять определенные функции соблюдения вот этих финансовых потоков. Вмешаться в них, это значит разрушить. И никого не интересует лучше для нашей территории-то или хуже. Есть конкретно поставленный, вот здесь жесткий план существует. И поэтому я не завидую Александру Анатольевичу. Ваша работа и их работа власти, это перпендикулярно? Конечно, получается, да. Совершенно правильно. Вы правильно поняли. И вот здесь, вот это смелое высказание Александра Анатольевича, оно, в общем-то, свидетельство о том, что он тоже обеспокоен той ситуацией, которая на сегодняшний день существует. И в этом я с ним солидарен. Но губернатор-то, получается, об этом же сказал на днях. Он заявил, что нужно создать такие условия, чтобы в нашей регионе бизнесу было комфортно работать в рамках правового поля. Вот почему он не сказал, мы создадим, мы создадим. Вот, вот вы сами ответили на этот же вопрос. Ну, нужно создать. О, продекларировать, что это надо и так далее. В свое время я имел уже достаточный опыт практически в нашем регионе, когда мы пытались создавать условия по призыву, тогда удвоение волового внутреннего продукта. Была такая программа Владимира Владимировича Путина. ВВП, ВВП, да? Вот удвоение ВВП. Как два президента у нас вроде бы должно быть. Вот, мы попытались тогда это дело сделать, и на чеснока, в чесную, по-честному восприняли это как декларацию, как указание к действию. Но чем это закончилось? Закончилось тем, что три главы района либо сняты были, либо под суд попали. Потому что их обвинили в том, что они, оказывается, раньше укрывали источники дохода бюджета. Поэтому, ну это вообще кошмар. Поэтому я уже боюсь кого-то ввязывать в эти программы, если они не согласованы с региональным правительством. Я вынужден сегодня искать другие механизмы в других регионах, через кого-то согласовывать вопросы с правительствами других территорий. Через кого-то, не напрямую, потому что иначе идет ломка всего. Ну согласитесь, вам нравятся трудности. Ну знаете, философские, вы абсолютно правильные, у человека есть такая наука про ксиологию, наука о правильной деятельности. И она говорит о следующем, что весь смысл управленческого процесса заключается в способности видеть текущие ошибки. Это их устранять, не драматизировать, а просто их устранять. То есть объективно мы не можем всего знать. И следовательно, любые наши действия, они несут в себе элемент ошибки. И вот способность видеть эти ошибки, их устранять, вот это самое гениальное в управленческом процессе. Не драматизировать их и не искать виновных. Объективно мы их будем делать и делаем. И вот способность этого видеть. А это уже трудность. Это уже трудность. Потому что сама оценка о том, что ты сделал недостаток, она уже влечет определенные препятствия. А ты обещала, а оно не так получилось и так далее. Поэтому вся наша жизнь – это преодоление вот этих преград и трудностей. Другое дело, если я предполагаю, что они есть, я воспринимаю это как должное и не драматизировать. А вот когда их искусственно создают, ну, мне это не надо. Это называется борьба с витринами-мельницами. Не надо мне это. Я не хочу этих трудностей. Поэтому контекстом нашего спора является не «люблю» или «не люблю я трудности». А я хочу дифференцировать эти трудности. Те, которые надо преодолевать, и я от этого получу удовольствие. Как спортсмен, знаешь, когда я дистанцию пробежал. Перепрыгал с борьбами. Да, перепрыгал с борьбами и выполнил там норматив какой-то, и он получил от этого удовольствие. Или просто тупо прыгать и биться головой об стенку. Ну, разница есть. Вот отдифференцировать вот эти вещи – это тоже важнейший элемент в деятельности. Кстати, в сфере малого бизнеса. Вот ко мне приходит предприниматель. Ну, молодой предприниматель и говорит, «Валерий Николаевич, вот я хочу там то-то сделать, туда-сюда. Мне надо деньги, помогите найти деньги. Я вот сейчас в шоколаде буду». То есть за деньгами он пришел? Ну, не за деньгами, а помогите их сделать. Я говорю, давай бизнес-план и так далее. Ну, смысл-то не в этом. А я ему говорю, «Антон, а ты вот поинтересуйся по сырьевой базе». Поездил, поездил. «Вроде бы можно решить вопрос». Я говорю, «Хорошо». «А ты поинтересуйся, а что за технология, которую ты будешь пользоваться?» «Да вот она, там 10 миллионов, что это». Я говорю, «Поинтересуйся поездил». «А она несовершенная технология». Я говорю, «Ну, что ты теперь…» «Надо делать свою технологию». То есть, понимаешь, процесс трудностей, он возникает не на уровне, когда я купил оборудование за 10 миллионов, а потом сунулся и говорю, «Блин, куда я влез?» «Зачем я потратил…» «Сплошное пи, понимаешь?» «Сплошное пи». Вот. А в данном отношении он влез и говорит, «Блин, а ты смотри, да, надо подготовиться к кореодолению трудностей до того». И эти трудности, они носят логический характер. На уровне… Это же не очень дорого. Да, это дорого, это время и так далее, но на уровне осмысления и проведения. Вот это уже тема ведения бизнеса и развития, о чем говорил Александр Анатольевич. Вот это вот схема. Александр Чурина, мы имеем в виду первого замплицателя проекта Кировского области. Мы подобрались к середине часа, у нас должна сейчас прозвучать реклама. Продолжим после нее. Продолжается особое мнение Валерия Турола. У нас остается 10 минут. Сейчас хочу поднять еще одну тему, которую Валерий Николаевич имел. Я думаю, им продолжает иметь отношение. Я имею в виду дворец пионеров, терраспорт. Я помню. Да, конечно. Я же ложился тогда под машиной. Да, когда выступали и собирали людей. Заставлял разгружать это грунт. Да, было дело. Ваш коллега по ОЗС, как раз таки, Дмитрий Русских, недавно в нашем эфире заявил, что застройщик планирует поменять назначение данного объекта. Есть у него такая информация, не названного им источника. То есть, речь идет о том, чтобы отказаться от строительства бассейна, как планировалось изначально, а возвести в универсальный спорткомплекс. И его якобы можно будет проще переделать. Нет, ну, Дмитрий Михайлович, на мой взгляд, он говорит мне новость. Более того, я знаю, что мы это с ним уже не раз еще тогда проговаривали. А ларчик открывается очень просто. Когда терраспорт, мы анализировали ее деятельность. Это не первый случай был, когда высоколиквидный участок забирался под якобы какой-то объект. Дальше под этот объект получались большие кредиты. Терраспорт строил на эти кредиты не объект, а строил жилье в городе Москва. Продавал, и дальше банкротил это дело, обанкротчивал соответствующий объект. И дальше он уходил в банку, а банк, ему уже по барабану какая там договоренность была, что там строить. Он получил компенсацию пассивы, не активы, а пассивы недостроя и так далее. И он по любой цене теперь сбрасывает это, лишь бы вернуть хотя бы часть своих средств. Вот схема такова. Мы ее озвучивали. И я эту схему-то озвучивал, когда проводилось тогда во дворце пионеров, вот это народный сход, так скажем, яблоку негде было. Я эту тему озвучивал. И тогда была создана соответствующая комиссия по недопуску подобной ситуации. Щерчков возглавлял с той стороны, с этой стороны активисты были. Ну а я как гарантом выступать пытался тогда. И мы вскрыли тогда ситуацию, что город подыгрывал этому вопросу. То есть были подделаны, по сути, документы. То есть там, в документах разрешительных, в нарушении того, кому можно выделять эту землю и так далее, были неправильно обозначены в противоречии действующему законодательству объекты. Это способный дел. Конечно. Тогда мы это вскрыли, и они вынуждены, ну надо отдать должное Никиту Юрьевичу, он дал команду мне дать копии документов, где от руки было исправление внесено, без исправления, без печати, в соответствии с действующим законодательством выделения объекта. По другому назначению, вы понимаете? Это вообще кошмар. И тогда мы уже предупредили, что, скорее всего, терраспорт запускает эту модель. Да, вот эту модель запускает. Ну сегодня просто жизнь подтверждает, что банк за долги, он должен получить компенсацию. Поэтому здесь давление на терраспорт будет однозначно. А терраспорт давайте посчитаем. Возвращать там 500 миллионов, да, либо строить объект. Ну он отдаст этот объект, и 500 миллионов у него остались. Вот и всё. То есть тема-то вот она на поверхности, и терраспорт, чтобы возвращать эти 500 миллионов, ему жизни не хватит. С учётом того, что у него ещё ряд объектов. Поэтому жизни не хватит, а так они у него есть. Зачем ему отдавать эти деньги? Ну глупость неимоверная. Поэтому это схема отмывки, и не более того. В которой включили, соответственно, и общественность. Ну общественность обманули, в буквальном смысле этого слова. А сейчас пойдёт уже процедура, не зависящая от мнения общественности. Она будет, она прописана процедурой банкротства. Кто, куда, зачем, почему. И кто купит, тот и будет господством. Ну тема опять же может быть... ТЦ, не ТЦ, то есть всё что угодно. Торговый центр, да. Может вообще быть что угодно. Поэтому я дальше углубляю эту тему, в отличие от Дмитрия Михайловича. Он ещё как-то по-божески сказал, что завуалируют. А сейчас они чихать хотели уже на всё это. С точки зрения экономики. По барабану. Ещё одна тема, которая очень долгое-долгое время обсуждается. Я имею в виду строительство... Ранее это звучало как поиски альтернативного источника воды для областного центра. И вот однажды было принято решение следчества... Ты меня вытаскиваешь на такую тему, которую я в своё время поднимал и говорил, вот за неё и надо белых сажать. Понимаешь? Водоводов, Куйонский. Буквально недавно на мартовском заседании Гордома стало известно, что планируется законсервировать данный объект. Ранее в нашей студии многие специалисты говорили, вы что, какой консервировать, мы отстанем от всего. И получится, что мы зря всё это затеяли. Зря действительно. При создавшихся условиях. Многие у этой темы, они достаточно давно были зарыты. И я тогда предупреждал и говорил, что та схема, по которой решается этот проект, а тогда белых приложил много усилий, чтобы получить достаточно большие кредиты, не кредиты, а финансовые субсидированные, федеральные деньги. Там, по-моему, первая сумма была около 8 миллиардов. И тогда первый транш получили 3 с чем-то миллиарда. Но я это просто помню по памяти. И КЧУС, как основной исполнитель, я тогда взял его на контроль. И, учитывая, что это экономическая проблема больше была, даже не ЖКХ-шная и так далее, это экономическая была проблема, взял на контроль и стал интересоваться. И оказались очень нехорошие вещи. Я даже боюсь их озвучивать. Ведь должна была одна ветка быть, нитка, а их стало две. Да, их же в две нитки их тянуть начали. Когда мы начали говорить, а где деньги, Зин, нам начали фиктивно показывать, вот здесь зарыты участки. Они что сделали? Отсчитались о том, что, в принципе, водовод проведен, но закопали на отдельных участках по 100-200 метров труб и показали вот эти вот распределительные узлы и все. А водовод-то не был построен. А отчетность была проведена, что он построен. Да, то есть отдельные участки были сделаны и все. И водоподъемная станция была выстраивалась, которая, ну, проверьте, вот она здесь. А есть трубы или нет труб? Никто проверил. Вот нам показали отдельные участки и тогда отчитались. А я тогда очень большую бучу поднял и сказал, ребята, а где 500 миллионов, которые мы должны сэкономить и к нам в бюджет должны уйти? Где эти деньги? Оказалось, там вообще откаты в систему делалось и так далее. Я не хочу просто об этом говорить. Я забираю свои слова назад. Не говорил я этих слов. А, в принципе, очень легко сегодня посмотреть, а как же КЧУС живет? И все. И вот вам ответ на вопрос. Самое... Выясните для... Нет, ну КЧУС, это Кирово-Чепецкие... Да, управление строительством. Да, управление строительством. Они были самой сильной фирмой у нас по строительству везде. Сейчас ее со всех сторон пытаются обанкротить. Денег-то нет. Ну так вот, я прошу просто сопоставить некие вещи. Водовод заморожен, КЧУС банкротится и так далее. А дальше возникает вопрос о ревизии. И у вас там отмечено, что приезжала соответствующая комиссия счетной палаты, которая говорит, а эффективны ли или неэффективны деньги? А вообще, да куда они делись эти деньги? Ну так вот, поэтому я думаю, что тема абсолютно актуальна, и она необходима. И я думаю, что это катастрофическая ошибка, что не находят сегодня возможности для того, чтобы достроить этот водовод. Мне напоминает это строительство технопарка в Ядских Полянах. Тогда героически приходилось бороться, чтобы достроить его. И это стоило мне многих усилий. Я не хвастаюсь, потому что со мной были еще товарищи, и которые в открытую делали некие заявления, их потом банкротили и в тюрьму сажали. Депутатов. Которые открытыми глазами показывали истинную ситуацию. И, а здесь покруче, здесь уже не 500 миллионов, здесь миллиарды. Поэтому, да, миллиарды. Причем изначально-то ведь огромная сумма заявлялась. Около 8 я сказал, потом до 6, до 6-2, да. А дальше 3-4, по-моему, по памяти я говорю. Они же все равно вложены. Но зачем надо было преобразовывать одну ветку в две ветки, это тоже вопрос. Должна была труба-то другая идти по диаметру. Эту работу для правоохранителей в том числе? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Потому что я тогда сочувствие высказывал директору КЧУСа и говорил, да, попал. Попал во щип. Он не воровал, я убежден в этом. Он ничего плохого не делал. Но то, что произошло, я очень разочарован тем, что вот этот уникальный проект подобных водоводов в мире, ну, по пальцам можно сосчитать. И мы должны были показать пример, но делали как лучше, а получилось как себе. Пи. Пи. Ты задал тему, не я задавал тему. Спасибо международному дню этого числа. Да. Валерии Турову, спасибо большое. Да, не было бы так грустно, если бы не было. Или наоборот, не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно. Да, да, да. Спасибо большое. И вам спасибо. Спасибо.